Заводя собаку, человек должен понимать, что это не игрушка, а живое существо, которое помимо любви хозяина нуждается в ответственном отношении владельца, как к своему питомцу, так и к окружающим. Одно из самых важных правил обеспечения комфортного сосуществования всех сторон – соблюдение установленного порядка выгула собак. Иначе говоря, ответственному хозяину необходимо позаботиться о наличии поводка и намордника для своего любимца. Это незыблемо. Но не стоит забывать и о сохранении чистоты в местах общего пользования после прогулки с барбосом, заблаговременно подготовив пакеты для уборки. На сегодняшний день выгул домашних животных является очень острой темой. Домашних животных в городе очень много. И не все владельцы домашних животных соблюдают правила выгула и содержания домашних животных. Что хочется напомнить нашим жителям. Самое первое, что должен знать, когда появился питомец в доме, его нужно зарегистрировать. Это можно сделать в жилищно-эксплуатационной службе. В дальнейшем, что обязательно надо раз в год вакцинировать свое животное против бешенства. Это тоже очень важная мера. Ну и самое главное правило, это правило выгула. Что у нас больше всего нарушают наши владельцы питомцев своих. Что нужно помнить обязательно? Поводок и намордник. И обязательно убрать после своего животного. Тогда наш город будет действительно чистым и ухоженным. К сожалению, реализация таких простых правил не всегда соблюдается владельцами собак. Иногда хозяину не хватает внутренней культуры, сознательности или желания убирать за своим питомцем. Но ответственность за собственное безразличие и нарушение правил содержания домашних животных нести придется. Это предусмотрено статьей 1547 Кодекса об административных правонарушениях. По итогам прошлого года сотрудниками жилищно-эксплуатационной службы было привлечено к ответственности 60 человек. А с начала этого уже 17. Условия содержания собак у нас предусмотрены утвержденными правилами Совета Министра Республики Беларусь номер 834-2001 года. Значит, за нарушение условий содержания домашних животных у нас предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного взыскания от 1 до 15 базовых величин. Сумма, согласитесь, немаленькая. Возможно, такая мера наказания безответственных хозяев рублем заставит их пересмотреть свои взгляды на установленные правила выгула собак. Тем более, что ответственных владельцев с каждым годом становится все больше. Собака должна быть на поводке. Это безопасно и для заводчика, это безопасно и для собаки, потому что я могу проследить, чтобы она ничего не схватила лишнего в рот. Ну, естественно, после того, как собака сходит в туалет, это надо в мешочек все убрать. Каждый день два раза выгуливаем мы. Выгуливают. Ну, правильно, есть и какие-то недобросовестные, не убирают за собаками. А так вообще все собачники носят мешочек и мешочек убирают. Так что тут никаких таких проблем я не вижу. Конечно, мы убираем за собой, потому что детки, во дворе мы не гуляем, мы гуляем на выгуле, детки во дворе бегаем, идешь по дороге, тут нетрудно взять пакетик и убрать за собой. Это нетрудно. Народ любит животных, любит собак. Вопрос таких нету, что не любит собак. Любят, но надо приучить, привить привычку, чтобы собирать вот это, потому что оно везде мешает. И детям гулять, и дворникам убирать уже не очень, наверное. Ну, вот мое такое мнение. Другого мнения, но как бы такого нету пожеланий. Но пожелание такое есть, чтобы люди за собой убирали, за своими животными. Наталья Луговкина, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.